Роль социальной защиты населения возрастает, ведь именно эта служба оказывает реальную помощь нуждающимся людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И как бы трудно не приходилось человеку, он уверен, что ему наверняка помогут и проявят настоящую заботу. Об итогах работы отрасли в 2021 году в нашем следующем репортаже. Россия – это социальное государство, что гарантирует определенный уровень жизни и удовлетворения потребностей населения. Здесь создаются условия, которые обеспечивают достойную жизнь и развитие человека. Социальная работа отличается надежностью, вниманием каждому человеку, умением решать острые вопросы. Все это вместе взятое определяет авторитетность и эффективность службы. На коллегию социальной сферы были приглашены главы поселений, представители районной администрации, всех заинтересованных организаций, связанных с этой важной и нужной работой. Открыл мероприятие глава Славянского района Роман Синеговский. Он отметил большое значение социальной работы для жителей муниципалитета. Основная наша задача – это чтобы в целом наши жители были благополучны во всех сферах нашей жизни. Поэтому у меня предложение послушать доклады, подытожить. Насколько мне известно, я знакомился с цифрами, есть хорошие показатели, хорошая динамика. Начальник управления социальной защиты населения Марина Соломатина сказала, что социальная поддержка отдельных категорий славянцев осуществлялась в виде выплаты пособий, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, социальных доплат, материнского капитала, адресной материальной помощи семьям и малообеспеченным гражданам. В отчетном году на социальные выплаты направлен 1 миллиард 275 миллионов 500 тысяч рублей. Из средств краевого бюджета – 372 миллиона, из средств федерального бюджета – 654 миллиона рублей. Одной из мер социальной поддержки является адресная поддержка малообеспеченных граждан, имеющих доходы ниже личины прожиточного минимума, путем оказания государственной социальной помощи. В прошлом году такую помощь получили 2600 семей Славянского района. Новым направлением работы в 2021 году стало оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. Социальный контракт – это помощь государства семьям в сложной жизненной ситуации. Такая помощь предполагает не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов, а также поддержку семей на каждом этапе. Данный вид помощи является поддержкой для граждан в преодолении сложной жизненной ситуации. Роман Синеговский обратил внимание на то, что проводится серьезная работа, в том числе по социальным контрактам, и что нужно и дальше совершенствовать и развивать это направление, помогая семьям, занимающимся личным подсобным хозяйством. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Китаренко подчеркнул, что поддержка государством социально незащищенных слоев очень высокая, и это нужно ценить. Приходят в управление социальной защиты не те, у кого все хорошо, а приходят те, кто нуждается в помощи. И не всегда люди понимают, что им можно, чего им нельзя. Конечно, ходят иногда и недовольные теми ответами, которые получают, потому что надо им в центр занятости оформиться, если ты не трудоустроен, потому что пособия не получишь, надо им предоставить какие-то документы, потому что их нет. Но сегодня вот с главного база, которая есть в моем социальной защите, она, наверное, очень мощная, серьезная. Говорить о том, что сделано за год в плане социальной поддержки, можно еще много. Главное знать, что эта напряженная работа не прекращается ни на один день. Специалисты управления по вопросам семьи и детства постоянно контролируют условия проживания детей-сирот. Как сказала начальник управления, главное в работе успеть вовремя, предотвратить, спасти и при этом не навредить. И, конечно, всемирно поддерживать и помогать. Самое главное – предотвратить, успеть, не допустить, спасти, не навредить. В нашем районе предпочтение отдается семейной форме устройства детей. На протяжении многих лет процент устройства, замещающих семью в новой выводной сирот, составляет 97%. Это выше правильных показателей федеральных. Главным показателем оценки эффективности работы у новопеки и по впечатлению появляются жизнеустройства и сирот, замещающих семью. Наибольшее качество замещающих семей проживает в Анастасийском, Петровском, Хоржевском, Славянских поселениях. Управление по вопросам семьи и детства осуществляет надзор за деятельностью приемных и замещающих семей. Сократить количество социальных сирот – серьезная задача структуры. Ведь каждый ребенок имеет право воспитываться в семье. Государство заботится о детях, сиротах, оказывая семьям меры господдержки. Свой весомый вклад в ослабление социальной напряженности вносит и Центр занятости населения Славянского района. В прошедшем году значительно сократилось количество безработных. И без внимания здесь не остался ни один обратившийся. Честность безработных уменьшилась в четыре раза в сравнении с 2020 годом. В таблице на слайде также произошли изменения в разрезе поселений. То есть видно, как тоже менялась ситуация. С уменьшением вращаемости и признанием граждан безработных изменился и уровень безработицы в целом порыва. Он тоже снилился до уровня 2019 года. В распоряжении главной администрации губернатора Краснодарского края от 10 на 2 до 1 года был принят комплекс мер по восстановлению численности занятости населения Краснодарского края к концу 2021 года до уровня 2019 года. Но с этой задачей поставленной мы успешно справимся. Центр занятости содействовал трудоустройству славянцев. При отсутствии подходящих вариантов работы предлагались государственные услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке, социальной адаптации, организации оплачиваемых общественных работ, содействию самозанятости, профессиональному обучению. В нынешнем году Управление социальной защиты населения и государственные учреждения продолжат работу по предоставлению мер социальной поддержки, оказанию государственной социальной помощи, социальному обслуживанию граждан. Для этого есть все условия и возможности. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...